Добрый день! Давайте сегодня протестируем и немного покатаем в сравнении две модельки от торговой марки МН. С одной стороны у нас будет Cherokee, МН-78. Про нее недавно снимал обзор, будет ссылочка в описании. С другой стороны у нас военный Defender, МН-96. Про него также имеются обзорчики, уже тесты. Опять же ссылочки в описании. Сразу будем пробовать заезжать какие-то небольшие препятствия и расскажу немножко о сравнении двух машинок, в чем у них отличие, в чем схожесть. Ну, схожесть это у нас две модели от торговой марки МН-модуль. В целом неплохие бюджетки, мини-трофеечки, заблокированные мосты. То есть машинки действительно неплохие с точки зрения вот с этом, как они сделаны, как они реализованы. Там достаточно интересно они там выглядят. Так, вот, вот Cherokee-то у нас и застряла. Попытка номер два. Давайте немножко газовать. О, прокопало немного и полезло. О-о-о-о! Ну, тут я переборщил, конечно. Садится днищем. Клиринс, как понимаете, достаточно небольшой. Машинка достаточно копийно сделана. У нее открываются двери, задний багажник, имеется запаска, имеется подсветка. Колесики, опять же, в соизмерении с машинкой, они какие-то более правильные по размерам. Ну, соответственно, достаточно быстро она садится на центральную часть. Поэтому нужно быть в этом случае аккуратным. Ну, плюс, как понимаете, протектор здесь, ну, прям, ну, так себе. Он больше копийный, опять же, нежели там зацепистый. Соответственно, машинка закапывается и садится на пузо. У 96-го колеса, как понимаете, больше. Клиринс несколько выше. Не скажу, что разница большая. Но вот это препятствие, которое тут нарыло у нас 78-я, в принципе, он проехал спокойно. И, смотрите, едет дальше. В целом, смотрите, вот. Видите, как клиринс-то повыше все равно. Здесь еще такой момент, что колесики, они поширше и они более мягенькие. То есть, смотрите, вот это препятствие, где 78-я сидела, он, в принципе, без проблем. То есть, на относительно малых оборотах он проходит. Опять же, газанул. Видите, она раз, проехала. В целом, данную модель мы тестировали уже и летом, и зимой. Я прям рассказывал, что там базовая, стоковая. И едет она реально неплохо. Вот прям хорошо. Да, она там не столько пина. Хотя, опять же, посмотрите, какое огромное количество у нее всякой навески. Вот, нет, все-таки зарыли все мостом. Сидим. Идет так же, просто газком раз, и пролезли. То есть, вот если не останавливаться, а прям вот так прогазовать, она прям скачет по снегу, лезет по препятствиям. Смотрите, какая. Вообще едет. Идет сюда в пухлячок еще газком. И, соответственно, проезжаем. Хотя у 78-й установлен двигатель 280-й, а у военного 260-й. Но здесь вопрос именно решают сами колеса, резина. Здесь резина достаточно такая жесткая. Смотрится классно, но жестковатая. Поэтому начинает закапываться. Но при этом еще преимущество данной модели, в отличие от того же военного, это как раз таки в плавности управления. Рассказывал, что данная МНК, она обновленная. Кстати говоря, обратите внимание, у нас имеются поворотники у военного. Просто говорят, передние фары. Свет мы можем выключить. Свет мы можем полностью включить. И здесь у нас управление, оно более чувствительное. То есть, смотрите, вот по проводу, например, поворота колес. Оно прям мягенькое, оно легкое, то есть прям хорошо. И трогается она более плавно. Как раз таки, возможно, из-за того, что здесь обновленная аппаратура, то есть обновленная электроника, плюс чуть более мощный двигатель установлен, машинка более плавно трогается, более, там, визуально смотрится симпатичнее. Плюс в ряде препятствий у нас, соответственно, это преимущество. Кстати говоря, вот так вот, видите, развесовочка, колесо заднее у нас практически висит. Она вот спокойненько, потихонечку может проезжать. Да, понятное дело, что это у нас модель небольшого масштаба. Соответствующие препятствия должны быть для нее. Хотя, видимо, спокойненько заехал. Давайте сейчас попробуем развернуться. По легкому пухлячку вот так еще. Знаете, как смотрится. Шикарно. Так, ну, зарываемся опять же. Если опять же ходом пытаться ехать, то есть мощей в целом машинки хватает. Смотрите, моргнуло раз, моргнуло два раза. Два раза моргает, это вроде как у нас пониженное. То есть лучше будет именно грибсти. Ну, вот, выезжает. Если нажимаем еще раз на одно раз, соответственно, здесь у нас максималка должна быть увеличенная. Тяги вроде как будут чуть поменьше, но скорости побольше. А еще момент, он, конечно, такой условный. Когда мы включаем пониженный, вроде как, у нас включается что-то вроде тормоза двигателя. То есть, если мы бы стояли в препятствии на повышенной скорости, где мы едем побыстрее, она бы носила скатываться. Соответственно, пониженная, она у нас как бы держалась. Опять же, угол, в зависимости, конечно, от укла наклона, от нагрузки. Но в целом бы она у нас стояла. В этом плане у 96-го все попроще. Фары, говорят, только передние. Никакого модуля включения света нет. Нету, соответственно, никаких переключений там быстрее и медленнее. Все зависит от того, как мы нажмем на курор газа. Как и там, это все есть. Но вот прикольно, что можно как бы это дополнительно еще поднастроить. Здесь же, вот смотрите, по поводу плавности колес. Наверное, на камеру это не очень там визуально. Там видно. Кстати, еще корзу, смотрите, как поднимается. При поворотах. То есть на 78-м как бы не так это ярко выражено. Вот по ощущениям, когда начинаете управлять, понимаете, что все равно повороты, они хоть и пропорциональны, но все равно немножко рисковаты. То есть на 78-м это, конечно, поприятнее. Ну и момент тут именно движения. То есть движочек чуть послабее. Электроника, возможно, менее чувствительная. Там вот мне в данной модели, мне очень нравится реально пульт. И получается все равно как-то дерганно. Хотя я прям пытаюсь очень плавно это тронуться, но все равно чуть где-то резче полы происходит. Но зато вот преимущество. Это конкретно проходимость. Ну в данном конкретной версии там есть еще 99-я, где в принципе Defender классический. Там колеса еще больше, но колеса там более жесткие. Здесь же колеса, они прям помягче, за счет чего в ряде препятствий это прям преимущество. Ну вот видите, чуть выше клиренс. Соответственно, она спокойно проходит. Там где 78-я, в принципе, у нас сидела. То есть вот в этом препятствии она как бы его прорыла, но она там с трудом проехала здесь. Вот мы на малых оборотах, в принципе, проезжаем. Вот здесь вот дальше, ну выворот, кстати говоря, у 78-й тоже будет получше. То есть вот здесь, смотрите, чтобы встать на ту же траекторию, мне пришлось ехать назад. Но вот 78-я у нас вот дальше села. Давайте вот 96-я медленно у себя заедет. Вот она начинает как бы тоже подсела. Но если мы чуть-чуть дадим назад, чуть-чуть газку, она, видите, заскакивает и просто помчалась дальше. Вид сверху. И давайте вот такая немножко почищенная площадь. И здесь вот я выжимаю максимально вот газ. Вот она скорость по препятствиям нашего военного Defender. Вот такой вот у него выворот максимально большой. Тут, кстати говоря, вот накатаем, будет визуально видно. Давайте попробуем вторую модель. Включаем режим именно скорость побыстрее. Так, давайте примерно на эту траекторию встанем. Вот так у нас ехала военная. Выворот вправо. И угол поворота здесь значительно меньше. Прям поменьше. Ну вот по скорости, ну давайте так, по скорости, наверное, отличие, ну прям незначительное. Ну вот, кстати, на скорость пытается ездить. То есть, смотрите, это вот одна скорость. Давайте включим вторую, ну другую. То есть, вот скорость, она чуть-чуть помедленнее стала. Ну, разница, как понимаете, она, ну, незначительная. То есть, здесь скорее момент того, что действительно там вот есть возможность типа тормоза двигателя, что-то типа. В ряде препятствий, опять же, чуть-чуть чувствительная аппаратура срабатывает, возможно, по ощущениям. И кажется поприятнее. Ну, скорость максимально особо не меняется. И еще расскажу один момент. То, что если у нас машинки вот просто стоят достаточно долгое время, там 10 минут, наверное, они у нас автоматически отключаются. Потому что здесь стоят литиевые батарейки, их нельзя разжать ниже критического положения. И в двух этих моделях имеется вот эта защита, они просто отключаются. То есть, нам нужно будет машинку перезагрузить, либо включить-выключить аккумулятор, тогда они перезапустятся. Но вот у данной модели как раз-таки нужно минут 10, чтобы она стояла, чтобы она именно отключилась. У данной же модельки вот этот диапазон времени, он значительно меньше. То есть, буквально, если она стоит там больше 3-4 минут вообще, если вы ее не касаетесь, она уходит в спящий режим. Мы берем пульт, она не работает. Снизу кнопочка переключения, кол-выкол, у нас все запускается. Как бы тоже, наверное, преимущество, если вы какое-то время там не пользуетесь моделью. Ну и давайте возьмем пару горочек. Начнем с какой-то лайтовой, прям небольшая горка, она не очень высокая. Опять же, заснеженное препятствие. Попробуем делать все медленно. Ну, медленно, честно говоря, не особо получается. Начинает зарываться вот из-за своих узких колесиков. Опять же, машинка, она скорее не столь проходимая. То есть, она, да, поприятнее в управлении, более копийно сделана, посимпатичнее смотрится. Но вот с точки зрения вот таких проездов, конечно, это не совсем ее стезя. Военный, ну, соответственно, пытаемся опять же медленно заезжать. Соответственно, он вообще проблем с заездом вообще никаких не ощущает. То есть, по большому счету, две модельки одного торговой марки, но немножко разные в формате эксплуатации. То есть, военный, вот этот Defender, там, 99-й в том же стиле будет. Он будет тоже более проходимый и более тяговитый с точки зрения вот таких препятствий. Здесь мы вот газуем и, соответственно, поехали по локации. Чирокие. Ну, да, не совсем, может быть, его. Смотрится в кадре он, конечно, получше, посимпатичнее, по копийнее, но не совсем вот его локация. Вот здесь уже склон у нас прям сильно-сильно больше. И кверху он практически там уже под градусов, наверное, под 70 выходит, если не больше. Здесь трогается уже тоже сразу с угла. Давайте на черойке. Опять же, пробуем более медленно. Посмотрим, насколько она у нас заберется. Все. Так, давай, там еще и скользко, лед. Давай, 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 давай. Зарывается. Все, не может. Тут есть какой-нибудь большой выступ, и все, она его преодолеть не может. Она просто шлифует. Но при этом обратите внимание, она практически не останавливается. Она буксует, и буксует, и буксует. МНК 99, 96, вот они в этой ситуации, когда начинают прям сильно зарываться, сопротивление происходит, плюс еще на улице у нас минус 20 градусов, они начинают вырубаться. То есть, данная модель, она вот до упора, до последнего будет пытаться рыть и что-то там делать. Накопали ямок, ну, а теперь давай, военный. Так, не, давайте сейчас чуть-чуть левее возьмем, чтобы по-чистому ехать. Ну, уже спокойно. Понимаете, вот это место, где она нарыла, она спокойно проехала. Чтобы было честнее, давайте возьмем чуть правее, здесь, ну, уклон чуть больше становится. То есть, на малых оборотах, вот смотрите, тяги не хватает, приходится газовать, газовать, газовать. Все, вот подключилось и забралась. То есть, она заехала значительно дальше. Насколько вам понять, что там угол реально очень большой, но дальше, конечно, там уже физически она не залезет. Я думаю, здесь-то и модели, там, 10-го масштаба, ряд моделей бы уже шлифовали. Смотрите, смотрите, там угол, я не знаю, ну, все, она уже сейчас назад начинает опрокидываться, но она залезла, зацепа хватает, и вот она взобралась. Так, а этот более лайтовый заезд тут сбоку, вот так, под углом, еще проверим переворачиваемость автомобиля. Здесь, смотрите, угол такой, ну, минимальный, и, соответственно, пойдем вот сейчас сбоку, и будет наклон увеличиваться у нас именно боковой. Колеса меньше, соответственно, центр тяжести, он-то тоже должен быть несколько ниже, соответственно, менее должна быть склонна к каким-то завалам, блин. Надо доехать до этого препятствия сложновато, ну, то есть, наклон уже достаточно большой, то есть, вот так вот показать, что она, в принципе, не сильно склонна к боковым завалам, то есть, она нормально едет. Подробно еще угла дать прям, оп, вот здесь перевернулась. Так, военный заедет на эту же локацию по более тяжелому маршруту. Так, давай, будем ехать примерно по тем же следам. Видите, рисковато происходит, то есть, когда движется машинка, уже можно как-то поймать и пытаться ехать ровнее. Но когда мы трогаемся, как-то это все происходит немножко более рисковато. То есть, вот, смотрите, место, где у нас, вот я просто и повыше поставил, то есть, вот тут мы съехали, сейчас попробуем так же колесо немножко влево, чтобы угол добавить. Где-то вот здесь у нас Чироки уже перевернулась. Ну, в принципе, все, вот я понимаю, что все, колеса задние оторвались. Ну, левые, в данном случае, чуть-чуть газку, и она полетела. Делаем логичный вывод, что с точки зрения боковых завалов, они плюс-минус у нас одинаковые. Здесь машинки, ну, смотрите, хороший угол. В принципе, она держит, едет, в том, едет достаточно, опять же, плавнее. Давайте еще раз проговорю моменты. Машинка более копийная, поинтереснее с точки зрения там вот каких-то узлов она сделана. Кстати говоря, еще забыл проговорить, что шестерни в мостах у нас идут силуминовые, как там, как там, а в коробке у нас идут пластиковые. Но в Чироке, самой коробке, шестерни пластиковые, они значительно больше по размеру, поэтому срок службы коробки здесь побольше. То есть, в принципе, что у 99, что у 96, вот в военной коробке, это расходник. При хороших нагрузках стачиваются, особенно сейчас на морозе, при минус 20, я буду сильно газовать где-то, провернется 100%, рано или поздно. А у Чироки в этом плане все равно понадежнее. Ну, все, видите, опять же, подъем небольшой. Давайте попробуем. Вром, здесь скорость побольше и прогазовать. Ну, на скорости, на скорости, кстати говоря, забралась, да, то есть, возможно, тоже препятствие она именно на скорости взяла. Видите, крутит хорошо, закапывается, но лезет. Ну, роется такая, классно. Мне реально нравится, как она роет. Ну, и нравится, как она откликается на аппаратуру. Напомню, бюджетки, но все равно это вот в данной машинке, конкретно из всех МН-ок, что я пробовал, это самое приятное управление, которое, ну, на данный момент у них есть. То есть, здесь вот, конечно, прям не хватает вот этой управляемости с точки зрения отклика аппаратуры к управлению самого автомобиля, но при этом здесь мы получаем выше клиренса, чуть лучше, там, проходимость, управляемость с точки зрения именно вот каких-то таких вот препятствий. То есть, если мы понимаем, что вот на горке, мы понимаем, что вот такое препятствие она в целом легко заедет. То есть, вот, опять же, следы, где мы сейчас газовали на 78-й, соответственно, это на корпус дальше спокойно у нас заезжает. Теоретически, конечно, можно в чироке колесики просто побольше поставить, поширше, по зацеписти, и она будет ехать даже, возможно, лучше, чем 96-я или даже 99-я. Но при этом мы потеряем вот ее вот такой копийный интересный внешний вид. Ну, опять же, кому что более интересно. В общем-то, наверное, и все по поводу сравнения данных машинок. Рассказал основные моменты разницы в технических характеристиках и, соответственно, вот посмотрели, как они у нас управляются и едут. Вот, смотрите, это уже не первый тест этих двух машинок. Мы первый раз выезжали, но поехали как-то вечером, уже прям потемнело. В целом, прикольно смотрелось вот чироке вот со своей подсветкой. Вечером вообще суперски, она прям, прям, копийно прям ехала. Очень круто смотрелось, ну, реально потемнело очень сильно. И, ну, будем честны, видео особо не получилось. Поэтому сейчас просто будет дальше небольшая нарезка с того выезда вечернего, как у нас катались и там буксовали в сугробах данные две машинки. Надеюсь, видео получилось интересно и информативное. Поэтому смотрите, оценивайте, выбирайте. Ну, и не забывайте подписываться на канал. Чироке, ну, вот эта моделька и военные спецмассы. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok